Сегодня мы про экономику. Я буду рассказывать про это с точки зрения очень ландшафтного обследования, то есть подробного обследования у своего предприятия и какие выгоды из этого подробного обследования можно извлечь. И я постарался сегодня это максимально приложить в деньги, то есть какие эффекты в деньгах это может принести. Немножко про нашу компанию. У нас сейчас полтора миллиона гектаров работ на наших клиентов. Средний рост на журналах дохода 4000 рублей в гектарах, 17 лет в рынке. Опять если коротко сказать, кто мы такие, мы почвоведы, которые пришли в точное земледелие. Может быть кто-то из вас знает Алексея Трубникова, это учредитель, основатель компании, кандидат биологических наук, преподаватель темиря, такие кафедры почвоведения. И в общем-то много выпускников у нас работает в компании. Базово факторы, лимитирующие урожайность, мы делим на три такие крупные категории. Это факторы, которые управляемые, факторы, которые регулируемые и нерегулируемые факторы. Управляемые те, на которые мы можем повлиять быстро, регулируемые те, на которые мы можем повлиять, но медленно. То есть это требует каких-то лет. И факторы, которые нерегулируемые, это те, которые экономически оправданными методами мы изменилить можем. То есть, если бы мы были советской властью, мы, наверное, могли бы это изменить. Но в рамках одного предприятия это менять нерентабельно и проще учесть эти факторы и подстроить бы не в свою эту технологию. Ну и, в общем-то, если коротко, как строится это обследование, то есть оно строится по разным каналам, разные источники информации нами используются. То есть, базово мы начинаем с ретроспективного мониторинга. Мы смотрим там за 37 лет спутниковые снимки. То есть, мы можем там даже в советское время условно заглянуть, посмотреть, что на этих полях в советское время было. Дальше смотрим всякие картографические материалы, нам доступны это почвенные карты, ландшафтные карты, цифровой модель рельефа. Ну и все-все-все, всю картографию, которая доступна. Потом копаем классические почвенные разрезы, то есть это уже полевое обследование. Не все можно увидеть из кабинета, надо выйти в поля, а все покопать. Берем некоторую акрохимию, вот, и на выходе получаем вот такие зоны плодородия, которые мы, собственно, пользуемся дальше для корректирующих действий. То есть, и мы говорим, что точное земледелие должно строиться на точных данных. Вот пока вот этих точных данных, точного обследования у нас нет, лучше не приступать к этому вопросу. Дальше, собственно, первое, что мы можем делать, мы можем дифференцированно вносить удобрения, исходя из зон плодородия. То есть, у нас техника идет по полю и на всю ширину агрегата менять норму при переходе из зоны. Это первый такой экономический эффект. При этом мы закладываем некоторую аналитику в трехлетнем периоде. Мы закладываем тестовые квадраты с разной нормой в зеленую зону, в красную зону. То есть мы смотрим, как это работает в зоне пониженного плодородия, разная норма, как работает разная норма в зоне повышенного плодородия. То есть конкретно на ваших полях, в ваших условиях. И, собственно, это вот график одного из наших клиентов, живой рабочий, как реагировала на изменения нормы КАС-32, красная зона, и как реагировала на изменения КАС-32 нормы зеленая зона. То есть мы видим, что в красной зоне у нас при норме 128 еще была отзывчивость на удобрение, а дальше мы не видели отзывчивости. То есть мы вносили удобрение, а вооруженность у нас не росла в красной зоне. А в зеленой зоне при норме 240 у нас еще была отзывчивость на удобрение, то есть поле продолжало отзываться на внесение азота. И получается, что вот этими нормами нужно управлять отдельно. То есть в одном части поля она работает и приносит деньги, а в другой части поля она не приносит денег. Соответственно, мы по факту посчитали рентабельную норму удобрения, то есть какая лучше работала с точки зрения денег норма. И опять мы видим, что в красной зоне у нас экономически оправданная была норма 128, а в зеленой зоне у нас экономически оправданная была норма 240, и она нам принесла больше всего 1. В принципе, в этом году 5 хозяйств к нам пришли по дипоселу. Принцип дифференцирования нормы тут может быть другим. То бишь, возможно, тут нам нужно будет, например, сократить норму в плохих участках, а может быть, повысить норму в плохих участках. Тут более тонко надо дискутировать с агрономами. Но, в общем-то, вот 5 хозяйств мы в этом году отработали. Среднее повышение маржинального дохода на этой теме 1000 рублей с гектара. Вот если на ослаблениях, мы будем говорить, там где-то от 2 до 4 мы среднюю цифру говорим о повышении маржинального дохода с гектара. Ну, это вот цифры, которые нам сторонние экономисты посчитали. Мы им дали данные по разным агроперприятиям, в разных регионах России, в разных областях, это средний прирост именно на вот этой простой операции дифференцирования норм, там из плохой зоны в хорошее перенесение семена удобрения. Вот это средний маржинальный доход. Ну, мы видим, лучшая цифра 7,4 стал нас тут по Татарстану, да? Худшая цифра 2,48 по Липецкой области. Ну, это все, естественно, зависит от конкретного агропредприятия, от степени неоднородности полей, от того, какая схема питания, какая культура, там, почем продали, почем купили и так далее. От кучи моментов у всех разных. Но вот если усреднить, да, сделать такую простую расчетку, вот затраты на технологию, на обследование, да, я показал на предприятии 10 тысяч гектаров, и тот эффект, который мы на этой операции просто дифференцированием получаем, то есть мы во второй год уже сперва урожаем, условно, под которым мы продифференцировали, получаем 20 миллионов с 10 тысяч гектаров. А потом этот эффект у нас только растет за счет лучшего узнавания полей, более тонкого подбора нормы и так далее. Вот, то есть цифры очень интересные получаются, экономика здесь серьезная. Вот, но это не все, что можно делать. Есть еще вот такая возможность дифференцировать поля целиком, то есть составить рейтинг полей, выделить лучшее и худшее, и на лучших полях работать более дорогими, например, семенами, более дорогой системой защиты растений. Вот, на худших подешевле, на совсем плохих, может быть, вообще подумать о культурах, которые не рискованы с точки зрения обложения них. Вот, ну, и есть еще вот такая история, то есть, допустим, у нас поле может быть сильно неоднородным, это конкретно поле в Саратовской области. В левой части поля это склон, на склоне есть резионные проявления, соответственно, в хозяйстве принято решение это поле размежевать. И в левой части поля у нас там будут многолетние трабы, а в правой части поля у нас будет дорогой гибрид кукурузы. И вот на вот этих вещах тоже серьезную экономику мы можем получить. Это, например, это более такой прокачанный, скажем, рейтинг полей. Это уже карта пригодности под культуры на основе лимитирующих факторов под конкретно эту культуру. Вот, здесь речь о сахарной свекле. Вот, и, в общем-то, на полях, то есть, до обследования предприятия львозь хозяйственную деятельность, да, и сажал сахарную свеклу. А потом мы вот на этих полях зафиксировали на красных убыток 6 миллионов рублей, потому что на песчанинной почве сахарная свекла не росла. Вот. Ну, еще одна такая история. Мы по итогам обследования можем делать карту переуплотнения поля. Мы эту карту переуплотнения можем делать в цифрах. То есть, мы можем понимать глубину залегания кужной подошвы в цифре. Соответственно, если мы понимаем ее в цифре, мы можем отстроить из этого свою стратегию почвы обработки, то есть, на какую глубину нам нужно заглубиться, чтобы ее разбить. В один проход мы это можем сделать, или в два прохода. Вот. И эта история тоже становится управляемой. Это вот такой небольшой пример про экономику, про эту историю тоже. Так. Ага. В общем-то, у нас вот есть конкретное поле, по этому полю мы прошли по покрытителям тестовую полосу. То есть, разуплотнили часть поля, которая выделена коричневой рамкой. Потом мы это поле отдельно три года наблюдали. То есть, мы видим на снимках, это разница видна в этой полосе, да? И отдельно замеряли урожайность по этому полю. Как бы внутри вот этой полосы, внутри рамки и за ее пределами. Вот разница вырожайности в подсолнечнике составила в первый год 4 центнера, во второй год на пшенице 5 центнера, в третий год на пшенице 3,6 центнера. Вот. И, соответственно, если это на сегодняшний день не присчитать, там порядка 38 тысяч разницы на гектаре получается. То есть, те цифры, которые мы на дифференцирование получаем, они более простые, быстрее можно понять, да? Но эти цифры, они еще более значительные. Которые в точном обработке у нас выходят. Ну и я на этом слайде решил подбить такую некоторую выгоду, от чего можно получить. То есть, вот от дифференцирования последняя, да, у нас от работы по картам заданиям, это от полутора до десяти тысяч рублей на гектар примерно. Вот. От перемежевки полей мы там тоже грубо оценили от одной до трех тысяч на гектар. Вот. Карты пригодности тоже от одной до трех тысяч. И от почвы от обработки от пяти до двадцати пяти. Вот. И там моя произведение, то есть, что по той части, это, конечно, в нашей половине три, поделиться с тем, почему мы сказали, что климатические сайты с обыгами, если происходят, и они все хуже и хуже, но тем не менее баланс, мировой переходящий из верна, через пешеницу, а все это удовлетворено. А что это говорит о том, что перед нами депрессия в Америке, она очень устрашающая кара. В первую очередь, я был в году назад, в зерно-дороге лицом, лицом, сезон, где-то я не слышал, что у нас лентабельность. Насколько снизилась высокая пшеница и всей зерновой группы, что невероятно и вам, и насколько это из-за вас ничего происходит. Значит, это на лицо признаки некого, ну, как сказать, сельскохозяйственной войны, знаете, стратегическое, глобальное, потому что кто в Комиере живет в этом месте, сейчас происходит так. Мы на сегодняшний день говорим, что у нас там, наверное, сценилили что-то там, ну, не, не, не мое, что хорошее и так далее. Там нулевая, и там это даже официально. И тем не менее, они умудряются выживать сейчас. Они просто выживают, они думают о том, как решить это время. Значит, они будут, как говорят, вот, и все другие выступления, будут, но будут из-за того, что 15 лет уже в Комиере начинается точным земледелем, и 10 лет, и все, и 15 лет. Значит, сельскохозяйственной, вот, где-то, когда работают, растет, растет, я неужели вам, растет, растет, растет количество арендеров, кто выступает в эту программу. Значит, все это не случайно, они не ищут, пути, и снижение своей себестоимости. Наша себестоимость позволяет Бога обширствовать себя хорошо. Я вообще, я от себя говорю, что мы не нужны, что-то благодаря, как это уменьшить, насомнивать, но это только не пропитывается, потому что личное мнение, можно после бесконечно, я не знаю, сколько она мне ответила, 10, 19, 15, и что-то я дальше не знаю, но это не всегда такая ситуация, как сейчас продолжается, потому что она будет, и он решил. Да, ну, собственно, призываю искать резерву рентабельности, если это Роман Петровичев. Вот, и на этом все. Спасибо, Леонид Валерьевич. Кстати, это выступление было на итоговом заседании клуба Казмопаркова года три назад, наверное, да? Ну, это 2018. Ну, да, 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 как раз я помню этот разговор. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. И Ольга Георгиевна, обязательно мы ждали, сейчас мы подискутируем. Не поймали мы, мы сцелью самую основную, на основании чего, дальнейшее ведутся программу. Ну, тут просто сказали, что дадутся раскопки на почве. Хозяйственная. Как это происходит на конкретном поле, в ускоре 10 разговоров ведется на метр, и какие там исследования берутся, чтобы давать хозяев рекомендации, или большое хозяйство на каждом поле, подругой не раздають, чтобы дать картину мировоззрения по всему хозяйству и какие исследования проводятся в этих раз я в общем-то сегодня осознанно над этим не застанавливался потому что это долгая история вот про это у меня сегодня было про экономику да но если коротко сказать есть многоступенчатый аналитик она делается на большую группу полей мы обычно берем от 5000 гектар потому что у нас много работы предварительно точнее говоря можно это очень дорого не рентабельно вот соответственно начинается аналитика с того что мы скачиваем весь массив спутниковых снимков у нас есть своя технология сф-индекса которая позволяет нам из этих спутниковых снимках выделить вот эти зоны продуктивности базовая но когда мы понимаем что 36 лет здесь растет здесь не растет и при этом это ничего общего дальше нам надо разобраться в причинах мы поняли некий факт а причинах мы начинаем разбираться посредством вот этого анализа карты вот потому что топография цифровая модель рельефа почвенная карта уже нам о многом говорит да если у нас есть базовая агрохимия с хозяйством это уже можно посмотреть все друг на дружку наложить и увидеть да плюс мы как бы на старте еще смотрим не только вот этот айсов индекс то есть биомасса на счет эту поверхность почвы вот у нас есть тоже такие возможности дальше значит мы с чем разобрались кабинете с чем-то не разобрались нам надо ехать поле копать разрезы разрезы мы не копаем другим способом как агрохимики то есть мы не берем с каждого метра мы берем там где у нас есть сомнения вот этот разрез он приходится примерно на 40 на 50 гектар это классический почвенный разрез с определением как бы губенозалегающей породы там да вот романтический состав почвы потом мы обязательно берем фосфор гумус всегда проверяем и если хозяйство вносит сложные вложения то соответственно тоже их берем потому что нет смысла брать то что не вот ну в общем вот это аналитика общая и на ее основе мы даем корректировку уже по зонам проценте вот вносима Ольга Георгиевна, пожалуйста Да сидите, сидите, Ольга Георгиевна Дело в том, что подход который здесь продемонстрирован это действительно подход будущего потому что точное сопоставление данных природных факторов которые сформировали эту почву и тех технологических приемов которые нужно реализовать для того чтобы получить урожайность это то что в общем-то заложено в таком понятии как адаптивного шапка земледелия и вот то что вы сейчас увидели это действительно алгоритм адаптивного шапка земледелия и он он реализуется и агрохимической службы тоже потому что если вот сельхозтоваропроизводители Ростовской области они уже наверное года два получают вместе с агрохимическими фактами почвы и карты потому что без сопоставления этого материала правильно организовать работу невозможно и это направление должно развиваться и оно развивается не только частными какими-то фирмами оно развивается и агрохимической службы и тоже потому что вот в этом году к агрохимическим картам которые мы будем выдавать в рамках агрохимическое обследование у нас уже будет мадами рельефа потому что это необходимо это необходимо агрономам для принятия решений поэтому у меня только единственный вопрос два вопроса первые опыты по снижению дозы в какой в какой повторности потому что это довольно методически сложно сделать очень сложно и у меня в первую очередь вопрос вот этим процентам на которые вы снижаете удобрение у меня с самого начала этот вопрос и мне бы хотелось чтобы здесь было было пояснение которое было бы не при нам разобраться почему все-таки на 20-30 на 15 потому что в природе такого не бывает мы говорим о точном земли деле а в то же время опять опускаемся каким-то шаблоном к этим процентам это один момент и второй момент по поводу плотности объем опробования чтобы составить такую карту по плотности вот вы говорите что вы формируете карту плотности как ну и уплотнение да совершенно верно во первых чем вы определяете и во вторых какое объем опробования хотя бы в пределах одному поле чтобы составить эту карту так давайте последовательно я уже сейчас все вопросы не вспомню пока не буду отвечать значит первое насчет адаптивного ландшафтного земледелия спасибо что вспомнили этот термин в общем-то в основе это и лежит да Алексей он много работал с Кирюшиным на старте карьеры и в общем-то они занимались проектами адаптивного ландшафтного земледелия мы просто постарались сделать этот подход таким более технологичным что ли да и тиражимым то есть мы его оцифровать в каких-то своих операций потом второй вопрос по опыту да вы закладываете опыты и на основе этих опытов вы рекомендуете вы привели результаты опыта у вас 4 года и по этим 4 годам на одном поле или в той же зоне у вас будут разные культуры как вы выдерживали эти зоны то есть вот методику как вы вычисляете эти проценты методология она у всех хозяйства в целом разная то есть ну мы за эти годы очень много всяких методик перепробовали да ну базовая методология у нас три поля на каждую ключевую культуру вот с повторностью этих опытов в будущем ну то есть мы закладываем точно там же да опыты и и тут как бы есть наверное две вещи которые надо тоже проговорить то есть как бы базовая корректировка норм которую мы дали стартово после обследования экспертным способом то есть мы обследовали еще до опытов дали корректировку по зону это градация она у нас обычно в диапазоне от 20 до 60 процентов варьируется ну по базовой нормы мы повышаем и понижаем на 20-60 в среднем вот а дальше мы досмотрим на то что у нас по бетоном опыта получилось и идем дальше с аналитикой расширяем условно на свою картину ну вот смотрите здесь немножко называется принцип агрохимии потому что удобрение эффективное на менее плодородных почвах понимаете и просто так взять эти проценты 20-30 процентов но это учетов вот этих вот этих факторов здесь какая-то небольшая методическая неточность ну тут на самом деле не то что не точности у нас разница в методах представлениях о том как надо делать да у нас как бы есть иногда такая история когда у нас бедная почва не зависит от отсутствия именно агрохимии нет ну вы же берете среднюю дозу и потом ее делите это не совсем правильно вы берете среднюю дозу и потом начинаете ее уменьшать и увеличивать в зависимости от зоны плодородия но потому что мы ориентируемся не только на агрохимические показатели но и на другие тоже нет я не говорю что нужно ориентироваться только на агрохимические но эффективность удобрения тоже зависит не только от агрохимических показателей обеспеченности фосфора в калинии или тем же самым локусом ну есть вопросы честно говоря это третий какой-то вопрос еще а по плотности про плотность а да значит ну это делается по почвенным разрезам вот ну таким физическим способом по сути то есть они как бы сколько точек на поле ну вот верно артические вы не получите карту ну это уже с методологами да 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 вы общее мнение вы не найдете у вас разные точки зрения Денис Владимирович спасибо еще есть вопрос в зале еще есть у меня один вопрос первое когда вы делаете карту у вас есть описанная методика чтобы можно было проверить или нужно просто верить вам что именно вот эти пятна получаются проверить как бы до всех вас работали после ну то есть смотрите проверить ну однозначно можно карты на которые нанесены вот эти зоны подороги вы можете первое проверить карту урожайности с комбайной это ну самое простое и если она у вас есть до то вы можете проверить до а если она у вас появится после то соответственно можно проверить после там будет какая-то там условно здесь 15 процентов сдвижка зон но больше меньше они будут статичны это первый момент второй момент мы можем это проверять полевой аналитикой на межесоложенной то есть у нас в технологии обязательно есть полевая аналитика и мы вам эти результаты показываем в итоге проекта ну то есть насколько эти зоны работали ну полевыми замерами эти полевые замеры могут тоже разными способами методами контрольных делянок делаться и методом комбайнов могут ну вот наверное так продолжение вопрос если это можно зафиксировать учитывая результаты за комбайном зачем тогда все исследование все так сказать космоснимки все это изготовлено поясним зачем потому что ну зоны они не каждый год одинаковые у вас вы когда с комбайна получите вы получите зону в конкретный год она в следующий год будет другая в следующий год еще другая вот наша аналитика выдает вам зону за 36-летний период на основе еще анализа других факторов вот и вам же не только зона нужна вам нужна причина зоны и корректировка нормы исходя из этой причины вот то есть понимать как вы корректируете норму исходя из того что почему зона такая да вот если ежели бы у вас были карты с комбайна за 5-7 лет накопленные вы бы могли зону собрать из них но таким богатством у нас мало кто сейчас владеет из агрибрии хорошо следующий вопрос стоимость работ на яйтовском гектаре тысяч ну у нас старить начинается от 5 тысяч гектаров то есть мы если меньше мы их индивидуально калькулируем вот от 5 тысяч гектаров у нас стоит обследование в два этапа 432 рубля на гектар и 200 рублей на гектар это справедливо то есть хозяйство в первый год платит 632 рубля дальше начинает платить 200 в год на следующий год да ясно все давайте все спасибо